Екатерина Ткаченко студентка Российской Академии Народного Хозяйства. Сегодня она и ее команда собрались в библиотеке поселка Горок-Ленинских на очередную встречу, чтобы обсудить дальнейшие планы мероприятий, которые ребята организовывают в поселении с лета прошлого года. Многие обращаются и спрашивают про мероприятия, что будет, что планируется. Мы становимся востребованными, и это очень сильно радует. А начиналось все с кино, когда на базе досугового центра «Юность» Екатерина и ее друзья организовали киноклуб. Смотрели мы советские фильмы сначала, чтобы дети, молодежь понимали вообще, что у нас снималось, что у нас была великая империя кино, что действительно хорошие фильмы были. Обсуждали их, потом уже перешли на более современные фильмы, но тоже российские, например, на Михалково. При обсуждении увиденного ребята стали раскрываться. Появилось много общих интересов, в которые вылились многочисленные планы создания чего-то интересного, не только для себя, но и для других. И теперь им уже некогда смотреть кино, потому что они включились в общественную работу среди населения. На нас возложена большая ответственность за культурными мероприятиями нашего поселка. И мы с этой задачей, как мне кажется, успешно справляемся, потому что организуем веселые мероприятия, которые нравятся всем жителям. Недавно из Яркова у нас был калейдоскоп культур в Музее памяти Ленина. Новый год мы организовывали. День молодежи у нас был летом, день детей. Мне очень нравится работать с детьми и организовывать разные праздники, мероприятия. Дарить хорошее настроение людям. Среди теперь уже многих мероприятий ребята проводят тематические и творческие встречи, когда кто-то из них читает стихи, а под гитару все вместе поют песни. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Дети, молодежь собираются в библиотеки и проводят такие мероприятия. Это очень важно, потому что именно придя в библиотеку, они и книжки почитают, и попоют. На таких встречах ребята часто делятся своими впечатлениями. Владислав Палаткин на этот раз рассказал о том, как он в составе студенческого отряда побывал в Крыму на строительстве Керченского моста. Мы были очень удивлены тому, что таких технологий больше нигде не встретишь. И, как оказалось, были удивлены даже проектировщики, которые туда приехали, как это все вживую масштабно выглядит. И один из проектировщиков решил написать песню. До отметки, до отказа, пусть не просто, пусть не сразу. Я забиваю свою, я свою забиваю. Став победителями губернаторской премии «Наше Подмосковье», ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Теперь у них в планах запуск нового проекта. Квест по историческим местам горок Ленинских, а затем и по Ленинскому району. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.